В России разработали план по росту пенсии на 10 тысяч рублей в год. Ее подготовила Ассоциация негосударственных пенсионных фондов. Все подробности узнаем у Алексея Коваленко, ведущего рубрики «Город финансы». Здравствуй, Алексей. Приветствую, Анна. Суть предложения в том, чтобы направлять доходы от управления госсобственностью и средства фонда национального благосостояния в пенсионный фонд. Более подробно об этом и не только расскажу через несколько секунд. Спонсор рубрики «Финансовая группа «Сберегательный союз». Телефон 8 800 5000 977». Сейчас средства от управления государственной собственностью направляются в виде дивидендов или прибыли от приватизации в бюджет, из которого затем их часть поступает в ПФР в виде трансферта, пишут известия. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов предлагает изменить эту схему, направлять доходы от управления госсобственностью на рынок, который инвестировал бы их за счет полученной прибыли, увеличивал пенсии граждан. По расчетам специалистов ассоциации, это позволит пополнять пенсионные счета граждан в год на 10 тысяч рублей. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предлагают перечислять не гражданам, а напрямую поставщикам и управляющим компаниям, чтобы деньги гарантированно поступали в счет оплаты таких услуг. Законопроект с такими изменениями подготовили и внесли на рассмотрение Госдумы. Заработать новая норма должна с 1 января 2018 года, пишет российская газета. Введение новых норм убережет людей от потери права на получение такой помощи от государства. Сейчас субсидии на оплату коммуналки перечисляются непосредственно на счета граждан. Однако, по мнению авторов законопроекта, большинство получающих такие субсидии не направляет их на оплату коммунальных услуг, а расходует их по своему усмотрению. Рубль начинал неделю ростом к основным валютам на фоне дорожающей нефти. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 18 июля, составляет 59 рублей 6 копеек. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на 81 копейку. Стоимость европейской валюты также снизилась на 74 копейки. Официальный курс евро, установленный Центробанком на завтра, составляет 67 рублей 61 копейку. Да и вообще, на всякий случай. Финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения до 17% годовых. 8 800 5 977. Это все на сегодня. Остается только добавить. Со временем мечта о вечной молодости переходит в мечту о вечной пенсии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова